видео для новичков мы продолжаем изучать конструктор страниц элементов на wordpress в этом видео как оформить блок у нас и так мы с вами движемся дальше в прошлом видео мы оформляли блок продукция в этом видео оформляем блок а нас если мы обновляем страницу у нас здесь присутствует анимация то есть это то что можно отобразить на сайте например какие-то достижения там с нами работают там же 100 сотрудников мы продали там на такую круглую сумму да у нас уже там так такой-то штат это можно отобразить как бегущие цифры это все привлекает взгляд это можно отобразить как бар такой анимационный вот я тоже здесь вывел да такие полоски показывающие в процентном соотношении какие-то ваши критерии это тоже можно впихнуть не только нас и в другие блоки но я оформил то так и этот блок отличается от всех других вы видите такие некие волны посмотрим как это реализовать в элементов перехожу в админку создание сайта некоторые вещи будут делать очень быстро потому что они повторяются если вы не смотрели мои предыдущие уроки обязательно их посмотрите я там самого 0 показывают самого начала как я оформлял первый второй третий экран и так я быстренько создаю заголовок копирую его отсюда чтобы быстрее все это сделать это у нас нас тут не видно потому что надо поменять цвет на темный сразу зайду в общую секцию и задам отступы сверху снизу по 50 пикселей если мы посмотрим на мой пример здесь контент разбит на три колонки поэтому мы тоже самое делаем то есть колонка для изображения колонка для цифр колонка для бара возвращаемся в плагин и перетаскиваем сразу наши внутренние секции и я добавляю третью секцию и как сделать так чтобы эти колонки были неравными можно это сделал двумя способами самый простой вы можете просто смотрите навести мышь на вот пунктирный разделитель между нашей колонкой зажать левую кнопку мыши и оттянуть ее видите и сразу там показывается в процентах сколько колонка по ширине или зайти в настройки колонки и вот здесь вот выставить например чтобы это было ровно 25 дальше зайти сюда здесь тоже сделать 25 но тогда у нас получается что эта колонка у нас улетает опять в тот размер поэтому я вот так вот сделал 25 потом вот здесь вот сделать тоже 25 и большая колонка остается для картинки соответственно здесь как обычное изображение вы уже знаете как это делается в предыдущих уроках об этом было много информации загрузить компьютера картинку у меня есть подготовленное изображение изображение конечно должно быть там соответственно это демо пример поэтому здесь смысла никакого нет абсолютно просто показываем на как технически все это реализовано картинку разместили следующие анимационные цифры это у нас на самом деле специальный плагин есть составе бесплатного элементар вот он видите счетчик и цифры нарисованы вы просто перетаскиваете этот плагин сюда вот даже сразу на тут бегут цифры и сразу смотрим здесь настройки во первых начало цифры то есть с какой цифра начинает отсчет анимации можно сделать любое значение у меня от нуля до какой цифры бежит например 70 сразу здесь видите бежит до 70 длительность анимации в миллисекунду здесь указано ниже текст под цифрами здесь пишется и соответственно самый главный стиль поменять здесь естественно я беру из дизайна своего демо шаблона когда здесь разобрались просто можно нажать вот сюда наводите на карандаш и появляются дополнительные две кнопки нажимаем дубликат это если вы будете делать в два потока как у меня и соответственно здесь меняете значение да я даже поставил чтобы они дольше бежали длительность чтобы одна заканчивалась цифра верхняя нижняя у нас чуть дольше 3000 миллисекунд это три секунды вот дальше в общую секцию перехожу делаю отношения посередине именно относительно нашей основной картинки да то есть ровно так же как здесь соответственно прогресс бар плагин вот он прогресс так и называется перетаскиваем в эту колоночку вот так анимационно это все у нас бежит сверху текст меняется мой опыт над баром выбирайте пишите здесь тип а это цвет бара вы видите меняется если хотите задать свой произвольный я убираю по умолчанию доля то есть насколько бар что-то заполняется полоска в процентном соотношении или вот здесь можете от руки написать процент показать процента нет внутренний текст на баре вот здесь он задается и стиль цвет фона у меня это розовый стиль соответственно цвет фон это там где заполняется наша полоса здесь вы можете просто оставить какой-то серый соответственно вот этот цвет это уже сам бар то есть анимационно вот этот подложка и высота я сделал поуже чуть-чуть на ваше усмотрение то есть можете делать как то вот так не забывайте цвет текста у нас там голубой типография цвет вот он здесь я выбираю белый то есть это именно цвет белый именно на нашем баре анимационно стиль заголовка вот именно стиль заголовка меняется здесь вот вместо синего нас он в принципе готов дальше вы дублируете меняете процентное соотношение например вот она по длине и теперь это же самое перехожу в настройки колонки тоже делаю позиционирование вот такого плана давайте посмотрим нажимаю на иконку предпросмотра страницы вот так вот это у нас происходит нам осталось сами сделать разделитель то есть вот так вот либо волна и либо любой другой там большой вариант выбора они так и называются разделители секции где это настраивается давайте посмотрим то есть здесь надо понимать что если у нас предыдущая фон был однотонной заливкой тогда это будет хорошо смотреться с таким разделителем такого же цвета это как будто бы продолжение верхняя заливка синего цвета то же самое снизу нижний блок под отзывы у меня фиолетовый больше такой к розовому и тут тоже самое однотонная заливкой как будто это продолжение секции вы должны понимать если у вас залита картинка или градиент то вот этот разделитель насколько я знаю его нельзя сделать градиентом он только цветом выбирается то есть тут будет разрыв как бы не будет вот такой видимости как сейчас поэтому я считаю разделитель эти подходит только в том случае если у вас однотонная заливка предыдущего экрана и так вы можете перейти в настройки основной вот и нашей секции вот здесь наверху по точкам кликнуть перейти естественно это все в стилях разделитель секциям так и называется здесь переходим вверх то есть это вверх нашего экрана и тип нет то есть ничего не выбрано и вот здесь вот есть большое количество вариаций можете покликать выбирать поиграться я выбираю волна после того как выбрали ничего не видим цвет давайте сразу выберем тот который используется у верхнего экрана волна уже у нас видно в режиме редактирования и ширина вот видите она меняется вот как она должна выглядеть здесь то есть вот эта высота принципе вот так я и оставлю дальше смотрите здесь выбирать вниз здесь выбираете тоже волна но я выбираю волна вы можете выбрать что-то другое цвет я выбираю такой розовый но внизу просто сердце нас чем добавленным и здесь я хочу чтобы вот не заходила она на картинку здесь вот есть перевернуть вот так вот видите включаем просто ползунок примерно такого вида давайте обновимся пойдем на сайте посмотрим при просмотре разница только в том что вот здесь я задал больший отступ от заголовка у нас и снизу немножко так вот чтобы пространство было здесь немножко более скомканно я предлагаю вместо 50 пикселей наверное добавить 100 если вы используете такие волны принципе мы этот блок реализовали отступы как делаются вы знаете дальше остается за вашей фантазии экспериментируйте пробуйте мы блок сами сделали полный видеокурс по элементар про для начинающих в данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том как создать профессиональный сайт на элементар про версии пройдя этот курс вы станете настоящими профи в создании сайтов я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео прямо сейчас вы можете переходить к следующему видео о том как создать блок отзывов используя специальный плагин